Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Городная Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, сердечно поздравляю вас с сегодняшним святым днём и праздником. Сегодня Святая Православная Церковь празднует первый двунадесятый праздник после Нового Церковного Года. Мы начинаем год и большие праздники с Рождества Пресвятой Богородицы, потому что именно в этом празднике Церковь нам показывает, начинается спасение наше, с Рождества Богородицы. И вот, Возлюбленная Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, сегодня мы вспоминаем события этого праздника, чтим Богородицу и, конечно, её родителей, святых праведных богаотцов Иоакима и Анну. Откуда мы знаем эти два имени? Откуда мы эти имена? Где мы слышим эти имена? Помните или нет? Откуда? Каждое православное богослужение, абсолютно любое, литургия, вечерняя служба, молебен, заканчивается поминовением этих святых. Это значит отпуст. Завершается служба отпустом, и в конце отпуста последние святые, которых мы вспоминаем, это богаотцы Иоакима, святых праведных богаотцов Иоакима. Всегда обратите на это внимание. Завершаем службу поминовением родителей Престой Богородицы. Поминаем разных святых, в разных случаях. Терафима Саровская, Иоакима Малебен, Иоанна Затауста, и святую литургию служим. Но всегда любое богослужение заканчивается поминанием. Обязательно родители Богородицы. И вот возлюбленные Господи, отцы, матери, братья и сестры, сегодня вспоминая события этого праздника, мы должны вспомнить о том, что родители Богородицы Иоакима и Иоанна были бесчадны очень долго, Бог нас всех любит, и детей дает нам в утешение. Приход детей в нашу жизнь – это приход любви. А приход любви в нашу жизнь – это значит приход трудностей, это значит приход скорбей, это значит приход тревог, это значит приход многих попечений, беспокойств, приход бессонных ночей. Но все это покрывает та великая радость, которой есть любовь. Та великая сила непобедимая, которой есть любовь. Та сила, которую человек воспринимает, когда получает любовь. Сила, которая преодолевает пространство и расстояние. Немощная женщина может поднять огромный груз, чтобы спасти ребенка своего. Или пересечь огромные расстояния ради пользы и блага чад своих, детей своих. Приходом детей приходит величайшая радость и утешение в нашу жизнь. Да трудно, да скорбно, но любовь – это труд, любовь – это подвиг. Любовь – это самораспятие, это на кресте пребывание. Но любовь – это великая радость, великая сила. Та, которой нет у нас в обычной жизни, когда нет любви. И поэтому человеческая душа всегда стремилась и будет стремиться к любви, к этой силе, к этой радости, к этой благодати. Но где ее взять нам в обычной жизни? Тяжело и трудно, особенно там, где нет Бога, нету молитвы, нету исповеди, нету причастия, нету богослужения. Как взять эту любовь, где ее взять? И Господь из милости подает детей. Вот та вот возьмете. Через детей возьмете любовь. Через детей, через заботу о детях вам любовь эта придет. И вот братья и сестры, богатцы Яким и Иоанна ждали всю жизнь этой радости, этой силы. Хотели совершить эти подвиги, эти скорби, претерпеть воспитание ребенка. Но Господь не давал им, хотя и любит всех. И однажды даже был такой случай, что будущий отец Богородицы пришел в храм Иерусалимский принести жертву за грехи свои. У всех у нас есть грехи. Жертву Богу принести, но священник не принял жертву. И сказал, ты грешник, Богу не угодна твоя жертва, потому что у тебя нет детей. Бог тебя не благословил детьми, значит проклял. Жертву это Богу не угодно. По человеческому рассуждению, он так сказал, по нашей ограниченной, по ограниченному честному скудаумию, которая не понимает великого промысла, бесконечной милости и премудрости Творца. И Иоаким заскорбел, ушел в пустыню молиться. И тут же, конечно, пошел слух, что вот не приняли жертву Иоакима в храме. Он пошел скорбеть, плакать в пустыне, слух дошел до Анны. И она тоже начала плакать о том, что вот такая скорбь, нет детей утешения. Она ушла в сад и увидела птичек на дереве, которые щебетали радостно, птенцы, и тут же кормила их мать, птица. И она из глубины сердца воздохнула, сказала, Господи, даже птицы имеют детей, деток, птенцов, а у нас нету. И тут же Господь, Он слышит воздыхание наше, конечно же, и спешит нас утешить. Явился Архангел Гаврил, который сказал ей, что молитва эта услышана у Бога, и у тебя родится дочь, которую назовешь ты Мария, она будет радостью для всех народов земных. И то же самое сказал Он тут же и Акиму, находящемуся в пустыне, что у тебя родится дочь, и через нее благословение Божие перейдет на все народы земные. Иди к золотым воротам Святого Града, Иерусалима, и там встретишь супругу свою. И вот они пошли одновременно в Иерусалим и в золотых ворот встретились и прославили Господа своего. И вот возлюбленная Господи, братья и сестры, родилась Богородица, и через нее уже пришел мир Спаситель, который и спасает нашу душу в неизреченную радость и вечную жизнь в Небесном Иерусалиме. Влюбленная Господи, братья и сестры, у жития святого преподобного Серафима Тяпочкина, ну не канонизированного, но очень почитаемого, действительно, наверное, святой жизни человека, был такой случай. Одна женщина, у нее была дочь, которая попала в лапы сектантов. Они, знаете, как там обвлакивают любовью, мы тебя любим, мы тебя любим, пошли будем любить всех, будем делать добро, мы добрые, мы хорошие. И вот она попала в их обольщение. Конечно, все это заканчивается разрушением личности, разрушением семей, рабством, пленением, общением с сектантами. Но начинается очень весело. Мы помогаем, благотворительствуем, спасаем от алкоголя, боремся с абортами. Мы хорошие и добрые. Это, как в народе говорят, заманухи, заманивают добрыми делами, чтобы сделать адептам секты. И мать в страшном переживании, сколько не говорила, и водила к священникам дочку, чтобы уговорить ее не ходить в секту. Дочь говорила, что вы хотите, они же хорошие, они же борются с абортами, они творят добрые дела, они борются с алкоголизмом, спасают наркоманов. Что только они делают доброе, они хорошие, вы на них клевещите. И вот никто не смог помочь, ни священники, ни мать, ни убеждения, знакомых. И тогда она привела дочь к старцу Серафиму Тяпочкину. И она, дочь, опять начинает сказать, да вы понимаете, батюшка, они же хорошие, ну что же все на них напали, на сектантов. Они хорошие, они с абортами борются, они наркоманов спасают, алкоголиков. Они молятся, тоже Богу, кричат аллилуйя. Они же хорошие, дом, улыбаются, все время у них хорошо, они спасены, они же хорошие. Серафим Тяпочкин с любовью ее выслушал, это старец, любовь, с любовью выслушал, с доброжелательством. А потом взял и заплакал, и сказал, да ведь они Богородицу не почитают. Это одна фраза, всего-навсего, они хорошие, они с абортами борются, но Богородицу не почитают. Настолько потрясла эту девушку, что она тоже заплакала, вышла и больше к сектатам не ходила. Все мы хорошие, все мы добрые, но мы должны почитать Матерь Божию. Ибо это угодно Господу Богу нашему, и Матерь Божия принесла радость всем народам. Через Матерь Божию мы тоже спасаемся от наших бед и неурядиц. Матерь Божия – это мать для каждого из нас человека, для каждого, великое заступничество. Мы обращаемся, когда маленькие или когда даже взрослые, за помощью к своим родителям, за утешением, получаем эту помощь. У нас есть моменты, когда родители наши бессильные, мы это понимаем с возрастом, у них нет сил. Они могут только молиться за нас, а помочь вот что-то физически в решении наших проблем они не могут. И мы понимаем с возрастом, что наши просьбы, наш рассказ о наших трудностях, наше желание, чтобы они нас утешили, родители наши, они больше их ранят. Они начинают переживать, волноваться, они же старенькие, немощные. И, наверное, человек, когда мудреет, он должен понимать, что он должен родителям рассказывать только, что у него все в жизни хорошо. Все хорошо, все удачно, проблем вообще никаких нет. Все, Господь помогает, все еще здорово получается. Так оно и есть. Пусть родители не знают о наших трудностях, пожилые, стареющие. Но мы, когда взросли и мудреем, всегда из детства, особенно когда мудреем, должны, конечно, обращаться к Матери Божьей. Вот для нее нет ничего невозможного. Да, ей тяжело, да и трудно. Да, она любит нас тоже, как наши родители. А может быть, даже сильнее. Потому что она тоже мать каждому из нас, верующих, всех людей. Но мы обращаемся к Матери Божьей и просим ее о помощи. Матерь Божья ходатайствует и спасает, и помогает нам. Вот это мы должны никогда не забывать. Мы должны жить в присутствии Матери Божьей. Она рядом с нами находится. Не унывать, не отчаиваться, не роптать своими мелкими скорбями, но всегда обращаться к Богородице. И прославлять ее, Матерь Божьей, всеми песнопениями, стихами, богослужениями. Потому что это угодно Господу, потому что это Матерь Божия. Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. И в этот святой день мы сегодня собрались, чтобы прославить Матерь Божию. И поблагодарить ее за те очень многие, несчастливо многие добрые дела и помощь, которые она нам совершала. Сколько раз спасала нас от бед наших и скорбей, утешала, ходатайствовала Сыну Божию. Благодарим Матерь Божию за ее помощь. И да, не забываем никогда о том, что она всегда рядом с нами. Для нее ничего невозможно у престола Сына, своего Христа Бога нашего. И обращаемся к ней во всех наших и бедах, и радостях, и скорбях. Во всем, что происходит в нашей жизни к Матери Божией. И да, получаем всесильную помощь, и спасение, и любовь, и жизнь вечную. Здесь и в вечности. С праведными богатцами Якимом и Анной, Богородицей, и со всеми святыми. Отека Богу угодившими. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok